Добрый вечер! После возвеличивания Бразилии, Албании и Китая в рамках Дней Франкофонии, Франция объявила 2007 год годом Армении. Чтобы разъяснить повудительные причины данного культурного интереса, вначале мы бросаем взор на эту, находящуюся на Кавказе маленькую страну, где царят не мир и не война. На Кавказе сводятся друг с другом турецкие, персидские и российские миры, борьба которых за свою конкурентноспособность часто приводит к конфликтам. Между Каспийским и Черным морями существует своеобразный коридор, который связывает Россию с югом, через который проходят российские газопроводы и нефтепроводы. На этой территории и находится историческая Армения. Над ней последовательно властвовали парфяне, арабы, византийцы, персы, монголы, османы и русские, а также с 1920 года она находилась под властью СССР. С 1991 года, после распада СССР, Армения приобрела независимость. Замкнутость страны можно заметить, обратив внимание на ее границы. Территория Армении 30 тысяч квадратных километров. Одна тристорическая Армения воспринимается страной, состоящей из разных элементов, которые в совокупности определяют ее самобытность и представляют собой ее международно признанные границы. К примеру, гора Арарат, считающаяся символом страны, находится в Турции. В соответствии с Библией, Ноев Ковчег во время Всемирного потопа нашел свое пристанище именно на этой горе. Важнейшим событием, безусловно, геноцид 1915 года. Это событие положило начало возникновения армянской диаспоры. Когда Османская империя во время Первой мировой войны распалась, движение младотурок осуществило изгнание и геноцид около полутора миллионов армян, обвиняя их в союзничестве с Россией, с которой они находились во вражеских отношениях. В 1985 году комиссии меньшинств ООН эти события официально признаны геноцидом. Третьим трагическим событием явилась война против Азербайджана в начале 90-х годов, что привело к этой войне, отнявшей жизни 80 тысяч человек. Мы знаем границы Армении, признанные на международном уровне. Границы эти когда-то были изображены на географических картах. Провинция Нагорный Карабах, которая связана с Арменией, охватывает восточную часть Азербайджана. Речь идет об одной исторически принадлежавшей Армении территории, подаренной Сталином в 1921 году советскому Азербайджану. В 1923 году та территория стала автономной областью, однако местное население, 94% которого представляли армяне, отвергло статус автономной области. Когда после распада СССР Армения и Азербайджан приобрели независимость, 2 сентября 1991 года Нагорный Карабах также проводит референдум, провозгласив себя независимым государством. Баку незамедлительно ответил на это блокированием области. Азербайджанцы пытались военным путем восстановить контроль над Нагорным Карабахом. В ответ на такой шаг со стороны Азербайджана, армяне также пошли на военное вмешательство. В результате войны продолжительностью 3 года Армения наконец освободила Карабах от азербайджанских войск, завоевав граничащую с ней область. Несмотря на то, что в мае 1994 года было объявлено перемирие, война не закончилась. Соответствующие усилия европейской организации ОБСЕ не увенчались успехом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова